Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня вам кое-что показать. Вообще, на самом деле, это уже такие раритетные вещи. Речь сегодня пойдет о различных приспособлениях, которые помогают людям учиться, в школе в частности, осваивать письмо и всякое такое. В общем, я думаю, что многие из вас вообще уже видели. Это, конечно, не новинка, не какой-то там эксклюзив, но это действительно такие раритетные вещи, потому что сейчас у всех компьютеры, сейчас все вообще на компьютере, в телефонах. Но все-таки очень хочется это показать. Это прибор для письма по Брайлю. Все, наверное, знают, что такое шифр Брайля, но, возможно, для кого-то это что-то новое, скажем так, неизведанное. В общем, этот прибор вот так открывается. С помощью него можно писать буквы, цифры, как это все происходит. Вот это обычная тетрадь для письма по Брайлю. Достаточно такая плотная бумага, чтобы после того, как ты что-то в ней напишешь, все эти точки, все буквы, цифры и все прочие знаки, они хорошо прощупывались. Вот так вот, кажется, прибор. Так, сейчас вот так вот вставляется в него вот этот листик, закладывается, защелкивается прибор. Вот это, собственно говоря, штука для того, чтобы непосредственно писать или, как многие говорят, накалывать точки. Это график для письма по Брайлю. И вот так это все происходит. То есть, вот так это все пишется. Здесь шеститочечная система. То есть, в каждой клеточке здесь по шесть точек и в различном сочетании этих самых точек можно вообще вот так вот что-то писать. Довольно-таки вот так звучно это все происходит, когда ты пишешь. О, мне казалось, что я разучилась писать. Нет, вообще, на самом деле, давно еще не писала. Ну вот, соответственно, я не знаю, как это все будет видно, не видно, но примерно так это все выглядит. То есть, эти все точки, они хорошо прощупываются. Но есть минус в этой тетради, по крайней мере, для меня это было всегда минусом, что у нее мало листов. Это все, сколько здесь листов. Вот они просто скрепко там внутри соединяются. На обратной стороне тетради здесь показано для зрячего человека все вот эти обозначения, точки, что какая точка обозначает, какая буква, какая цифра, сколько надо точек наколоть, чтобы такую букву написать, такую букву. Когда я, помню, пошла в первый класс, у меня бабушка в основном очень сильно пыталась изучить шрифт Брайля всячески, но потом, я помню, что у всех просто терпения не хватило, и, проще говоря, потом все забили. Вот, ну, конечно, тоже помню, когда я училась писать, очень сильно уставала рука, у меня был маленький грифель специальный, такой самодельный мне делали. Вот, и, ну, всех потом, конечно, привыкается, я потом, конечно же, очень быстро писала, как и все, но, вот, опять же, говорю, что я очень давно уже ничего с помощью Брайля не писала, потому что, опять же, сейчас все на компьютере, в телефоне, и как-то, сейчас вообще мало кто даже в школах изучает шрифт Брайля, и вот я соскочила с темы плавно. Почему для меня был минус? Потому что в этой тетради было очень мало листов. Как бы в школе проблем нет, там, тетради нам выдавали, закончилась тетрадь, там, ну, взял новую, там, подписал ее, и все, и дальше пишем до тех пор, пока она не закончится. Ну, помимо этого, я очень любила писать всякую разную штуку, скажем так. Вчера раньше можно было вести что-то вроде ежедневников. Я тоже в свое время этим страдала, ну, и всякое разное, и как... Мне всегда не хватало вот этой бумаги, потому что у меня было вообще исписано все, что можно. И я выходила из ситуации, брала вот такую обычную, ну, совершенно обычную вообще тетрадь, я скажу, да, для зрячей, для обычной тетрадь, 96-листовая, вот она самая большая. Я мало того, что вписала на одной стороне, просто вот у меня вот она вообще вся истыкана, и списана, я ее... И вот так получается... Сейчас, вот так я ее вложила, писала с одной стороны, потом, соответственно, ну, когда же ты пишешь по Брайлю, можно вот так бис закладывать, с одной стороны пишешь, вот здесь все оно... вот здесь все оно отображается, а вторая сторона, она типа как бы пустая остается, там видно просто, что, ну, проколота страница. Вот, а я переворачивала прибор, получается, другой стороной, вставляла вот так лист, и тупо вот так вот с другой стороны списывала. Конечно, если вот так зрячий человек посмотрит, даже кто Брайль понимает, он уже вообще ничего не поймет, ну, а если как бы это все на ощупь, руками, то с двух сторон, да, все понятно. Конечно, листы, да, они такие тонкие, они для этого не приспособлены, и могут быть там всякие переколы, там, буква на букву налази, ну, не знаю, мне как-то было очень так хорошо, то, что можно было очень много писать, много влазило, много помещалось. Вот, а еще, ну, книг у меня, конечно, по Брайле не сохранилось, но примерно они выглядят вот таким образом, ну, то есть твердый переплет, да, это у меня просто такой чистый блокнот, у меня у моей одноклассницы, мама работала в типографии, и поэтому, ну, она там делала периодически всякие блокноты, это вот, можно сказать, мне так, ну, как подарок, в общем, я его даже не исписала, тут плотные-плотные листы, как нужно, но твердый переплет, все, принцип всех книг по Брайлю, то, что там тоже обязательно плотная бумага, и такой вот твердый переплет, но только в основном книги по Брайлю у них два раза больше, и в два раза тяжелее, вот, и, наверное, их сейчас на самом деле мало кто читает. Какие еще были приспособления для изучения, скажем так, в школе? Это обычная линейка, казалось бы, на первый взгляд, но здесь все вот обозначено сантиметры, по-моему, тут 30-сантиметровая она, да, 30-сантиметровая, то есть тут все прощепывается в сантиметр, соответственно, вот так вот, если отсчитывать пальцами, можно, ну, грубо говоря, да, измерить и понять, сколько тут сантиметров. Были еще, помимо обычных тетрадных листов, вот такие листы, это типа блокнотов, ну, у меня тут просто уже отдельные листы лежат, вот такие они. Ну, такая же плотная бумага, только маленькая, тоже в них можно было что-то писать. Еще потом появились, кстати, кстати говоря, вот у меня, сохранила я одну на память тетрадь, по-моему, даже моя тетрадь по литературе, вот, она вот так полностью исписана, у меня даже листочки выпадают, да, вот. Вот тут прям конкретно получается все исписано, вся тетрадь. Были еще такие штуки, особенно вот когда геометрию изучаешь, да, появились потом такие приборы, в которых можно было там чертить, рисовать. То есть вот это как бы рисунок, это нарисованный, это даже сестренка моя рисовала, вот, и, ну, помимо того, что как бы, я не знаю, насколько его видно в камере будет, но он как бы прощупывается, то есть в принципе, в принципе, ну, можно понять, что здесь нарисовано, и, ну, таким образом, можно было тоже рисовать самому, прощупывается, ну, не сказать, что прям хорошо, но, в принципе, понятно, там были всякие круги, треугольники, квадраты, чертить довольно-таки удобно. Вот, что еще? И вообще это, ну, говорящий калькулятор, правда у меня там сейчас нет батареек, опять же, я им сейчас особо не пользуюсь, ну, потому что вроде как все в телефонах, довольно-таки удобно, я взял телефон, открыл калькулятор приложения, да, и посчитал все, что тебе нужно. Ну, он говорящий, там, потом, может быть, как-нибудь продемонстрирую, в принципе, ничего особенного. То есть у него, как бы, как бы зрячему человеку можно пользоваться, цифры буквы довольно-таки крупные на экране, и его можно включить, и он, соответственно, будет, ну, как бы все озвучивать, ну, вот обычный пальчик на батарейке, вот, и, ну, в школе, когда вот еще раньше не было там у телефонов, ничего, это было довольно-таки удобно всем этим пользоваться, и я много писала по Брайлю, еще раз повторю. Сейчас, к сожалению, уже, наверное, мало кто изучает Брайль, но, тем не менее, вот такое было, такое есть, и, в принципе, ну, как бы, довольно-таки интересно, я считаю, что все-таки, если, там, ребенок мучится в школе, в принципе, ну, Брайли знать довольно-таки полезно, хотя, наверное, он, скорее всего, уже просто скоро исчезнет, но, тем не менее, вот такое вот, всякое, такое вот всякое, у меня много всего пооставалось, вот. В общем, собственно говоря, вот, что я хотела вам сегодня показать, такой, больше ознакомительный ролик, большое спасибо за просмотр, обязательно не забывайте подписываться, ставить лайки, и, как всегда, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!